МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите районные новости. В начале выпуска коротко основные темы. Были гасалинцами, станут новоуренгойцами. Каждого человека будем сопровождать. Глава Тазовского района Виктор Югай побывал в газовой столице, осмотрел новые дома и образовательные учреждения. Девять дней до Северного закала. К нам в ближайшее время должны прийти разноуровневые барьеры, скалодром Ишин и скалодром. Тазовским экстремалам предстоит преодолеть более 20 препятствий. Подготовка трассы уже началась. Тазовские волонтеры помогли семье участника спецоперации. А в Новом Уренгое мобилизованный приехал в отпуск ради счастливого события. Новоселье на горизонте. Совсем скоро гасалинские семьи переедут в новые дома. Микрорайон Славянский в Новом Уренгое. А накануне в газовую столицу прошла рабочая встреча, в ходе которой главы муниципалитетов Виктор Югай и Андрей Воронов осмотрели готовность квартир, детского сада и арктического лицея. Важные детали в репортаже программы. Сюда уже в конце этого лета переедут гасалинцы. В новый современный микрорайон Нового Уренгоя. Готовность квартир стопроцентная. Микрорайон Славянский – это шесть девятиэтажных домов. И сегодня именно с их осмотра начинается рабочий визит главы Тазовского района Виктора Югая в газовую столицу. Жилые дома, комплекс огромный. Здесь просторные подъезды. В квартирах установлены входные межкомнатные двери. Натяжные потолки – ламинат. Кухни оборудованы плитами, а санузел – всей необходимой сантехникой. Также на территории микрорайона расположены игровые площадки. В шаговой доступности детский сад «Созвездие». Это следующая точка маршрута. Заведующая Ульяна Кириллова показывает группы, кабинеты дополнительного образования, музыкальные и физкультурные залы, театральную студию, зимний сад, бассейн, библиотеку, соляную комнату. У нас лего-центр. Дети совместно с воспитателями построили небольшой лего-город для творческих детей. Мы стараемся сохранять его возможности. С каждым новым учебным годом мы прибавляем, приходится что-то убирать, дополнять. Детский сад «Созвездие» рассчитан на 300 мест. Сегодня его посещают 72 ребенка. Это пять групп. С начала учебного года эта цифра обещает значительно увеличиться. Мы готовы к прибытию наших новых воспитанников с поселка Гассале. Группа для них подготовлена, расставлены игрушки. Мы только ждем, когда наши дети придут к нам. Из детского сада в Арктический лицей. В Славянском уже на стадии завершения строительства самой большой школы на Ямале. Ее площадь – более 11 тысяч квадратных метров. Просторные классы и рекреации. Бассейн, спортзалы. Арт-модуль с актовым залом на 600 мест. И собственная театральная студия с гримерками. Все это скоро станет доступно для гассалинских школьников. Вот это отдельный блок с отдельным входом. То есть горожане могут воспользоваться, когда здесь уроков не будет. Мы уже не первый раз на этих объектах. Сегодня мы очередной раз познакомились со всей инфраструктурой. И с детским садом, и со школой, в которую пойдут наши гассалинцы. Конечно, впечатления самые приятные. Очень современные, стильные, содержательно насыщенные помещения, как в детском саду, так и в лицее. Я думаю, что нашим детям будет очень комфортно здесь жить, обучаться. Всего же в учреждении будут учиться 1600 человек. По шесть классов в каждой параллели. А пока арктический лицей готовится к открытию, юные гассалинцы смогут посещать 12-ю школу. Я вижу, что готовность очень высокая в Новом Уренгое, для того, чтобы наши гассалинцы переехали сюда и чувствовали себя здесь прекрасно и комфортно. Первые новоселы уже пойдут в Новый Микроюн Славянский. Следом пойдет, понятно, череда событий. Это садик надо устраивать ребенка. Это нужно оформлять в школу. Это приятные хлопоты, но мы хотим, чтобы все не легло на людей с другого района, потому что город не знает, мы каждого человека будем сопровождать. В Новом Уренгое гассалинцев уже ждут. Собран поименный список, где представлена вся информация о будущих новоселах. Также каждому помогут не только с оформлением документов, но и с поиском работы. У нас каждый житель взрослый на счету, у нас все мы их знаем. Мы знаем, база у нас по всем жителям уже есть, мы знаем, какая профессия, кем они работали, есть. Мы готовы всех трудоустроить, несмотря ни на то, что бюджетная это сфера или сфера ЖКХ, каждый житель у нас будет трудоустроен. И мы будем вести каждого до момента трудоустройства. В завершение рабочей поездки в администрации Нового Уренгоя прошло совещание, где подвели итоги и обсудили более детально сроки переезда гассалинцев. Анастасия Голанова, Анатолий Чернышев, студия «Факт». При содействии информационного агентства «Импульс Севера». 24 семьи тундровиков Тазовского района получили накануне продуктовые наборы. Администрация Тазовского района в рамках соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве с предприятиями топливно-энергетического комплекса, в частности, с «Артик-СПГ-2», организовали обеспечение продуктами питания семей, проживающих в Явайсалинской тундре. Места традиционного проживания указанных семей находятся на значительном расстоянии от факторий, от населенных пунктов и от месторождений. Вес одного такого набора – порядка 50 килограммов. Он включает в себя самое необходимое – это хлеб, мука, крупы, макароны, изделия, сахар, растительное масло. Продукты приобретены Тазовским отделением Ассоциации «Ималпотомкам». Всего представители администрации района и компании «Арктик-СПГ-2» посетили 8 стойбища оленеводов. Кроме того, администрации Тазовского района оказано содействие в попутном вывозе гражданки на межселенную территорию, находившуюся на стационарном лечении совместно с несовершеннолетним ребенком. Новый рингойец, проходящий службу в зоне СВО, приехал на выписку супруги и новорожденной дочери из роддома. В связи с рождением ребенка бойцу дали отпуск. На выписке также присутствовали родные военнослужащего. Родственники супруги проживают далеко в Египте. Кроме того, счастливых родителей с радостным событием поздравил глава Нового рингуя Андрей Воронов. Он вручил молодым подарок – набор малышу «Ямала». А сегодня волонтеры Тазовского муниципального штаба «Мы вместе» помогли супруге военнослужащего, который находится сейчас в зоне проведения спецоперации. Женщина обратилась с просьбой помочь занести в квартиру мебель. Семья проживает на четвертом этаже. Добровольцы откликнулись и буквально за несколько минут подняли все необходимое в квартиру. Единственная просьба к родственникам военнослужащих – пытаться звонить заблаговременно, потому что это все на волонтерской основе, на добровольческой. Поэтому не всегда получается оперативно это сделать. Поэтому чем раньше позвонить, тем больше вероятности, что мы сможем подстроиться и помочь. Всего с момента начала спецоперации за помощью муниципального штаба «Мы вместе» поступило 24 обращения. В основном они связаны с бытовыми вопросами – переезд или небольшой ремонт. На сегодняшний день штаб «Движение «Мы вместе» насчитывает 10 добровольцев, готовых оказать посильную помощь семьям мобилизованных бойцов. Можно подать заявку, если вы хотите стать волонтером. Далее я как куратор созваниваюсь, уточняю моменты. Если человек, который подал заявку, реально готов и может, тогда одобряется. И в случае звонка нам о помощи, я информирую каждого волонтера. Если он может, мы помогаем. 125 тысяч ямальцев прошли диспансеризацию за 7 месяцев этого года. До конца 2023-го медики планируют обследовать еще 68 тысяч человек. По данным врачей, лидируют болезни системы кровообращения. Они выявлены у каждого четвертого, при этом повышенное артериальное давление определяется у каждого пятого. На втором месте болезни эндокринной системы, на третьем – органов пищеварения. Высокий уровень холестерина выявлен у третьей обследованных, глюкозы – у 7%. Нерациональное питание – у 15%. Почти каждый пятый пациент имеет избыточную массу тела или ожирение. Несколько ямальских медучреждений ввели бонусы за прохождение диспансеризации. Так, Новорингойская больница предоставляет 20% скидку на абонемент в тренажерный зал. Таркасалинская больница предлагает одноразовую 20% скидку на покупки в аптеках. В крупных поликлиниках медики предлагают северянам на выбор исследования уровня витамина D3, анализ на гормоны щитовидной железы или онкомаркеры. Если по результатам диспансеризации выявлены хронические заболевания или их риски, пациенту назначают лечение и медицинскую реабилитацию. Пройти диспансеризацию можно во всех поликлиниках округа бесплатно по полюсу ОМС. О возможности обследовать свое здоровье ямальцам напоминают страховые представители. С начала года они отправили более 300 тысяч приглашений на диспансеризацию. Записаться на профилактическое обследование можно через контакт центра больниц. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта здравоохранения. Считанные дни остаются до одного из самых ярких и зрелищных событий лета. Уже 19 августа Северный закал в пятый раз соберет тазовских экстремалов, желающих проверить свои силы. Подготовка трассы уже началась, она будет состоять из порядка 20 препятствий. Наша съемочная группа понаблюдала за процессом подготовки и узнала, что же ждет любителей проявить стальной характер в этом году. Традиционно уже в следующие выходные состоится экстремальный забег Северный закал. Сейчас местные волонтеры делают все для того, чтобы трасса была максимально комфортной. С начала зарождения проекта вместе с командой добровольцев тазовчанин Алексей Реднев. Он уже в пятый раз помогает прокладывать маршрут для экстремального забега. Сегодня его задача завершить подготовку 15-метровой траншеи. Как говорит Алексей, сложности есть, но глаза боятся, руки делают. В каждом этапе тут как бы нужна просто физическая сила, инструмент для установки правильных этапов. Тут все сложно на самом деле. В плане не сложно, а в плане интересно, захватывающе установлено. Ну, с какой-то некой задумкой на... Чтобы участник потратил какое-то количество сил, где-то побольше, где-то поменьше. Трасса волонтерам хорошо известна. Какой объем нужно выполнить и сколько времени затратить, они знают по опыту прошлых лет. В среднем основные работы занимают чуть больше недели. За 3-4 дня до забега начнется финальный этап подготовки. Тогда расставят все оставшиеся переносные препятствия и проведут масштабную уборку территории. В этом году будет еще новшество. Приобретены конструкции заводского изготовления, которые будут установлены уже на следующей неделе. К нам в ближайшее время должны прийти разноуровневые барьеры, скалодром и шин, и скалодром. Отчистить путь или проложить тропинку, отремонтировать или покрасить препятствия. Сегодня на трассе работает 7 человек. Среди них волонтер Софья Ядни. Школьница уже год как помогает в организации различных мероприятий в Тазовском. Говорит, что все началось с Северного закала. Мне очень нравится тут находиться, атмосфера. В основном я помогаю окрашивать что-то, помогать, перетаскивать, снимать людей, как они, прохождение само. Это очень интересно, вот когда люди бегают, это очень интересно смотреть за ними, как они это проходят. Десятки железных бочек, которые совсем скоро превратятся в соревновательные этапы. Самый популярный материал для изготовления препятствий – резина и дерево. В первом случае это покрышки от легковых и грузовых автомобилей. Во втором – доски и брусья. Также используется множество веревок разной толщины. Сейчас подготовка трассы на начальном этапе, но еще целых 9 дней до старта состязаний. Организаторы говорят, что все идет по плану и беспокоиться не о чем. Напомним, в этом году экстремальный забег пройдет в традиционном формате. Будут командные и личные зачеты. Заявки принимаются до 15 августа включительно. Екатерина Зайцева, Максим Епишин, Студия Факт. Таковы новости четверга. Впереди вас ждет прогноз погоды. А я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин